К сожалению, у нас нет времени отдыхать. Едем показывать вам самые интересные места. Простой и много. Мы сейчас ходим по центральному рынку. Представляю вам новую рубрику. С картошечкой под самогончик. Просто бомба. Ребята, сейчас возьмем бычьих яиц. Ты как к этому относишься? Бум. Ты что понял, что все мои катания до этого, это была вообще какая-то детская лепетка. Мы хотим сыграть в игру. Тот, кто проиграет, встанет сюда на ворота. Ребята пробуют бычьи яйца. Вот это похоже на Ростов-на-Дону. Ребята, всем привет из аэропорта Шереметьево. Все вы много раз пишите о том, что я постоянно езжу по заграницам и не рассказываю о России. Поэтому в этот раз мы решили в преддвериях чемпионата мира по футболу сделать для вас такой небольшой видеогид совместно с немецкими блогерами, у которых 6 миллионов подписчиков. Мы посетим 3 города. Это Ростов-на-Дону, Москва, Калининград. Я как опытный путешественник постараюсь помочь немецким блогерам, чтобы они рассказали своей аудитории, какие места стоит посещать во время чемпионата мира. Все увидите в 3 выпусках. 3 города, 3 выпуска. Поехали! Ну как первое впечатление от аэропорта? Чувствуется, что он новый или нет? Чуть-чуть по-новейому. Можно идти и читать. Отдохнув от злой погони, чуя родину свою, пьют уже донские кони рабчайскую струю. Видал, как красиво? Ребята, мы наконец-то добрались в Ростов. Сейчас покажем вам, как же душевно встречают в аэропорту ростовчанки. Ростовчанки. Здравствуйте, привет! Здравствуйте, Ростов! Спасибо большое. Здравствуйте, Рукас. Привет, мой зовут Алекс. Привет, Рукас. Здорово, познакомиться. Майкл. Привет. Яков. Алекс. Хорошо, давайте поехали. Смелее за мной. Ну что, пойдемте проверим. Поркачаем этот отель сейчас. На самом деле время уже будет 8 часа ночи, и он остался несколько часов всего лишь, чтобы поспать и завтра целый день съемки. В этом моменте есть некоторая магия такая. Ты не знаешь, что тебя там ждет. Та-да-да-да. Он, кстати, неплохой, наверное. Хочу сразу сказать. Мне нравится, когда есть такие, что ты видишь. Поваляться, покарфовать. Все равно взял и работаешь. Ну и вид. Что у нас тут за окном? Вот, смотри. Вид на дом. Ну, самое важное, это плавная трансферия. Good morning, Russian news. Читаем новости. Но, к сожалению, у нас нет времени отдыхать. Едем показывать вам. Самые интересные места в Ростове и Миндону. Если вы прилетаете на чемпионат мира в Ростове и Миндону, то очень дочь на место для того, чтобы остановиться, это отель Redis. Так, все надо работать. Не поймешь. Сегодня наша программа проходит следующим образом. Мы сейчас ходим по центральному рынку. Это самый крупный рынок города Ростов-на-Дону и на юге России. Ну что, первым делом мы пришли на рыбный рынок. Сейчас посмотрим, что же тут есть. В рыбном павильоне есть два ряда. Один ряд с фиаленой и соленой рыбой. Второй со свежей. Толстолобики, смотри, где они. Чувак, она такая огромная. Сазаны по 160. Слушай, она свеженькая, да, выглядит? Да. Крови вся. Очень большой выбор рыбы. Толстолобы, амуры, сазаны. Все свежайшее, чистейшее. Хочется прям съесть. Прям вот взять и сырую поедет. Можете взять две большие рыбы и сфоткаться вот так? Поддержать их. Учу, как выбирать рыбу. Смотрите всегда на глаза. Нанимаете шеф-повара, и он смеет. Либо берете шеф-повара, да, либо смотрите на глаза. Если глаза прозрачные, выглядят как свежие, то она на 100% будет хорошая. Вот, смотрите, например, как у этого. Ребята, знаменитые ростовские раки. А что такие маленькие? Пока рано, да? А, продали? В общем, ребят, больнее всех кусаются именно самки, у которых маленькие клешни. То есть с большими клешнями не так сильно хватает. Вот чисто донская, Сережка. Класс. Такую вы нигде не найдете. Да, и магазин такой не купит. Нигде не купит. Только у меня на базаре. Сами ловили? А? Сами ловили? Конечно. Вот это фишка Ростова. Она от Каспийской отличается по вкусу? Конечно. Ну, какая Каспийская? Не так. Она заходит в дон, а представляет, что у нее тело белое, она как масло. Посмотрите, какая она. Жирненькая. Конечно. Огонь. Просто с картошечкой ее, под самогончик. Просто бомба. И с хлебушком все. Очень люблю рынки и ходить по ним гулять, тем более что-то покупать. Если хотите изучить местных людей, то обязательно сходите на рынок. И по тому, как они реагируют на камеры, как они с вами общаются, вы сразу многое поймете. Насколько они гостеприимны, а сколько воспитанные. Представляю вам новую рубрику, называется «Немцы пробуют». Правда? Ну, это не настоящий немец, поэтому мы будем снимать настоящего. Немец. Свежее не бывает. И теперь все. Я вот прям треугольник отрешиваю. Это почему мы не любим моцареллу. Это круто. Кружок, по-шалайку. Он чеснок, поэтому он самый крупный. Ты любишь с сало? Да, я очень люблю. Страктурис. Костя, ты знаешь, что такое сало? Да-да. Ты, соответственно, ел его, да? Ел, но я не люблю. В Германии есть? Есть, но у нас русские все время любят, покупают. Родители тоже любят сало там. Но я вообще не любитель, я не знаю. Может, я уже такой немец стал, что... Может, ты не пробовал просто вкусного сала? Нет, я пробовал и в Казахстане, и везде. Но я не любитель. Сделайте нам лучше, потому что нас, ребята, никогда не пробовали. По чуть-чуть, по маленькому кусочку, чтобы они... Такое тонкое-тонкое, что... Вот. Поздравляю. Да. Очень красиво. Очень красиво. Это здорово, но я не фанат этого. Вот это очень вкусное сало прям. Да-да-да, Валерий, красава. Сало от Бога. Сами делаете, да? Конечно. Только. Только. Вы готовы к чемпионату мира по футболу? Конечно, готова. Сколько человек сможете накормить? Да, везде... Сколько есть там человек... Ну, если тысяча придет, накормим? Тысячи тоже накормим, конечно. Вы одна? Ну, нет, конечно. Одна нет. Вы одна сколько сможете накормить? Человек 500. Серьезно? Серьезно. И сколько вы сможете это делать? Две недели? Месяц? За день я могу каждый день 500 человек покормить. Класс. Да. Все, обязательно к вам придем. Да, обязательно. Я жду вас. А как вас зовут? Карина. Карина. Очень приятно. Спасибо. На самом деле это очень дорого и деликатно считается. Ребята, сейчас возьмем бычий яиц. Ты как к этому относишься? Для меня не надо покупать. Ты не будешь? Я не любитель, кажется. Спроси своего товарища, он будет? Медсула, сказку. Это не будет. Нет. Знаете, мы умеем закрывать сабли. Серьезно? Да. А сабли есть? Я занимаюсь казачьим ансамблем. И мы делаем трюки и рубку даже. Ого. А как вы должны на лошадях уметь кататься? Ну, сегодня научимся. Научимся? Ну, расскажи, как впечатление. Тебе не показалось, что мы лет на 20 назад переместились в прошлое? Нет, я-то уже раньше это видел такое. Ну, все равно интересно, как, кстати, увидеть, что это все свежее, все так красиво. Домашнее. Да, да. В общем, едем, ребят, учить кататься на лошадях и будем посвящать их казаки. Так что немцы у нас будут настоящими казаками. Татьяна Николаевна, можно просто Таня. Мы находимся на территории Ростовского ипподрома. Мы рады вас приветствовать здесь. Ипподром занимает очень большую территорию. 28 гектар. Ипподрома 116 лет. В этом году проходит 116-й скаковой сезон. Напротив вас трибуны. Трибуны вместимостью 5000 мест. Скаковой сезон у нас длится с мая по сентябрь. Чувствует сахарок пришел. Внимательно, пожалуйста, лошадей кормить только с ладошки. Да, только с ладошки. Почему? Если вы будете давать пальцами, лошадь может спотеть пальцами. Да, да, да. Смели прям. И без пальцев останешься? Укусила, нет? Нормально. Да, берите, берите, пожалуйста, я учистокронный арабский жеребец. Смотрите. Да. Иди дружить будем. Пожалуйста, по правилам с ладошкой. Только с ладошкой. Блин, это круто вообще. Перед нами лошадь бульоновской породы. Это бульоновский жеребец по кличке Рагос. Вырошен в бульоновском понном заводе. Перед тем, как седлать лошадь, ее нужно почистить. Вот инструктор показывает, как чистится лошадь. С лошади счищаются все. Заклейки, пыль, чтобы не приносила никакого дискомфорта. А ей нравится, когда ее чистят? Очень. Это как массаж для нее. Лошади в природе себя чистят об землю, об деревья. Они качаются, валяются. То здесь как бы есть обслуживающий персонал, который ухаживает за лошадьми, чистят лошадей 3-4 раза в день. Это тавро. Клеймо, это вот у коров и так далее. Это красят когда шерсть? В жеребячем возрасте, в возрасте 6 месяцев, подготавливается место, выстригается. Будьте счастливы. Выстригается место. И матрица, железная матрица опускается в жидкий азот при температуре минус 196 градусов. И прикладывается на несколько секунд. Лошадям не больно, когда их таврят. Это как вам зимой прикоснуться вот к железному пруту. Да, к трубе. Продолжительность жизни лошади в среднем 25-30 лет. Что вы делаете со старыми лошадьми? Отправляем их в конный завод на пенсию. Они гуляют в табунах и доживают свои старости. Круто. Ну что, будешь кататься? Как зовут коня? Табр. Да, кличка у Табр. Вот этот алюр называется рысь. Рысь, вот так, давай алюр, и вас сразу трусят на нем, правильно? Чтобы не чувствовать дискомфорта, всадники ездят с троевой рысью. Они облегчаются на рысе, делают такие движения. Встать, сесть. Скором колена в седло нужно поднять свой корпус над передней лукой. Как бы выпрямиться просто ровно. Спина остается ровная, да. А таз поднимается вперед. Встать и сесть. Только что понял, что все мои катания до этого, это было вообще какая-то детский лепет. Никакое удовольствие. Хотя я получал удовольствие, но сейчас я понимаю, что я не получал удовольствие, потому что я не понимал, как правильно сидеть, как правильно амортизировать. Когда ты занимаешься с тренером, ты получаешь огромное удовольствие и начинаешь чувствовать лошадь и понимать, как надо правильно скакать. Можете побыстрее чуть-чуть? А вы можете центрифугу сделать? Встать, сесть, Ром, встать, сесть. Подхопчик, Ром, замонтируешь. Как думаешь? Как понравилось? Встать, я никогда не ехал, не ехал, но я думаю, что мне понравилось. Может, я буду делать это больше. И, Лукас, как вы думаете? Как вы думаете? О, прекрасно. Я думаю, что это очень впечатляет. И вы встали здесь. Добрый день. Всем привет. Мы приехали в ресторан «Карова», где разработали специальное меню для чемпионата мира по футболу. И сейчас мы все попробуем и оценим, насколько же это эксклюзивно и вкусно. Ребят, мы хотим вас сейчас угостить абсолютно таким уникальным напитком. Это жерделовая настойка. В Ростове-на-Дону есть жердела. Нигде этого больше нет такого названия. Это дикий абрикос. Дикий абрикос и такой местный диалект называется «Жердела». Наши сети называются «Жердела» в том числе и сети ресторанов. И мы всегда делаем эту жерделовую настойку. Настаиваем ее 6 недель. Здесь есть три вида. Жердела спайси – это с пряностями и специями. Жердела кофе-корица. И жердела с перцем. Поэтому welcome. Кость, ты красава. Такой спайси. Как ты говоришь? Что ты думаешь об этом? Груст? 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 Надо попробовать сейчас, пока впечатлений нет. Потому что запахи вкусные, а попробовать не дают. Здесь, помимо того, что можно посмотреть футбол на большом экране, в момент проведения чемпионата мира будут еще выдаваться вот такие карточки, где ты можешь угадывать счет и получить комплименты от повара и на баре какие-то комплименты различные. Красиво выглядит здесь и подумать, что мы часа, наверное, два или три назад купили это все. И сейчас она уже несколько лет в студии стоит красиво сделано. Перфектно. Выглядит. И мы пойдем за фиш. Он выглядит лучшим, я думаю. Я хочу показать Лукасу, каких я сезонов стреляю. Ребята пробуют бычьи яйца. Как чикен? Понравилось? Особенно, если ты представишь, как он бежит и трясет. По дороге на стадион мы решили заехать на вокзал, в который будут приезжать болельщики со всего мира. Этот вокзал называется Ростов-Главный. Вот так он выглядит, его сделали ремонт, облагородили. В общем, сюда приедут болельщики со всего мира. Мы хотим сыграть в игру. Тот, кто проиграет, встанет сюда на ворота. Вот таким вот макаром. А остальные ребята ему все пробьют. Вот бить будем примерно, наверное, отсюда. Один, два, три. Один, два, три. Вы скидываетесь. Это лов, ребята. Да. Какой-то, как они туда. Да, это лов. Какой-то! Вы скидывает. Один, два, три. Один, два, три. И, да, один, два. Погнал, два. Один, два. Один, два, три. Уху! Вы готовы? Нет. Очень-очень готовы. Сейчас время биры и раки. И русские лобстеры с биром. Это все. Пойдем. ПЕСНЯ Очень спасибо. По обычаю и по казачьему. Величаем дорогих гостей хлебом и солью. Просим преломить. На здоровье, на удачу. Я ни разу не делаю, как это делается. Просто кусочек отламываете. Обязательно посолить. На здоровье! Спасибо. Да не стесняйтесь, ребят. Жалко такую красоту ломать. Чтоб каждому хватило. Тем больше осознанности, тем больше счастья. Да. Тем больше здоровья будет. Нет мать. Он не хочет здоровья. Мы в земле на прославленной. Рады видеть вас в добром здравии. В добром здравии да в веселии. По обычаю и по казачьему. Поприветствуем дорогих гостей. Здорово ледневали, гости дорогие. Здравия желаю. А на данную знаете, как отвечают? Слава Богу, живы-здоровы. Слава Богу, живы-здоровы. Ну что, по обычаю и по казачьему. Чарочка, на здоровье! Чарочка, на здоровье! Ты любишь этот песок? Это мой любимый песок. Да-да-ну! Да-ду-ну! На здоровье! Давай, Савель. Вы знаете, дорогие мои, чтобы стать конечно Донским Казаком, надо пройти не ряд испытаний. И первое испытание чарку испить с клинка. Не проронив, не капли. Казачка Казачьим духом до костей пропитался и сам казаком вольным стал Желаем казаку Александру Кондрашову лет долгих, счастливых и светлых Здоровья неубывающего, кашей полный денег российских и заморских Удачи во всех делах на благо Тихого, Дона и Великой России совершают Люба! Я старался, Настя, но не было то, что она говорила А что-то мне кажется, это не правда Вот здесь круто Вот это да Вот это уже похоже на Ростов-на-Дону Очень часто тоже готовлю, смотрите, когда вы изготовили рака, из кастрюли их надо выкладывать вот так Так конечно красиво, но так весь сок из него вытекает, а если вы вот так вот кладете, будет намного вкуснее Боюсь, надо, но у нас не поймут, что раки кверху Да, это непонятно, но когда они начнут есть, они скажут вам огромное спасибо Хорошо Вы предлагаете половину выложить так, половину так, пусть они сраны Ну как? Ну, в Ростове надо самые вкусные раки От этого, мне кажется, их просто в речной воде сварил, и ничего больше не надо Традиционная уха Ну-ка Я вообще все рыбные блюда не ем, поэтому мне сложно сделать плохо Вообще, ребята, обязательно будете в Ростове, посетите Петровский причал, очень вкусный ресторан Попробуйте обязательно раков, попробуйте утку от шеф-повара Горилка, щучья икра, самогончик И самое главное, что было очень вкусное ухо Ребята, ну как вам? Поехали Поехали Нападываем в аэропорт, засиделись, было все очень вкусно Скорее всего, мы опоздаем сейчас на наш рейс Мы должны лететь в Москву, завтра утром в 9 утра у нас уже баня Новые съемки, новый город Будет не менее насыщенный день, поэтому я даже не знаю, что нам делать, если мы опоздаем А девчонки нас едут провожать Да, да, это нормально Ты готовы, чтобы поехать в Москву? Да, я уже был в Москву Очень-очень-очень вкусный Москва никогда не спит Вместе мы едем в русскую сауну Ребята, мы решили вам показать бип-терминал аэропорта Ростова-на-Дону Как вы видите, здесь все очень необычно Такие вот красивые дизайнерские решения Это из социального золота Прям хочется это бесконечно трогать Потому что, когда строился этот аэропорт, нашли древнее захоронение, в котором очень много было драгоценностей И дизайнеры решили поплатить это Вообще обычный клиент встречает партия Полностью забирает багаж, сам везет его настройку регистрации Багажом занимается специально обученный человек Вас регистрируют, приглашают пройти в одну из комнат Будем-то находиться в лучшем зале ожидания Но сейчас мы там заканчиваем последнее приготовление перед чемпионатом А вы можете занять одну из комнат Здесь вас никто не побеспокоит В соседней комнате есть душ Вам выдадут тапочки, халанты, полотен Ребят, ну что, что вы скажете о Ростове? Ростов мне, конечно, понравился Еда вкусная, девочки красивые Чуть тоже в футбол поиграли Конечно, ну как раз вот тут стоим Красота Мне понравилось Как? О, вы любите? Лукас? Брэйт 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 На самом деле, ребят, напишите обязательно в комментариях Что мы не показали в Ростове на одну Чтобы мы это учитывали в дальнейших наших проектах Честно говоря, мы очень быстро готовились к этой программе Но мы засветили ростовских раков, про которые знает весь мир Красивых девчонок, про которые знает тоже весь мир На этом у нас все Всем удачи и пока! Бай!